Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны И 6 возрастных категорий среди мужчин, это от 18 до 70 лет. И старше, я заходил на сайт, я уже посмотрел. А почему у мужчин категорий больше? Так сложилось традиционно, по опыту. По опыту прошлых лет? Нет, у женщин категория 55 и старше, то есть она также не ограничена. Просто там уже неприлично спрашивать возраст. Да вообще, у тех людей, которые занимаются физкультурой и спортом, возраст вообще никогда не спрашивают. Потому что смысла нет. Либо человек может пошутить, а либо ты все равно не угадаешь, если ты увидишь человека, например, на дистанции. Кстати, о дистанциях. Какие дистанции предстоит преодолеть? Женщины побегут дистанцию 10 километров, а мужчины 15 километров. Также на наших лыжных трассах. А вот, кстати, на ваших лыжных трассах вы сказали. А на ваших лыжах, да. Чьи лыжи должны быть? Инвентарь с собой приносить? Инвентарь с собой. Если будет желание, то мы, конечно же, участникам окажем содействие в предоставлении спортивного инвентаря. Потому что в долине ручьев, я знаю, там инвентарь можно воспользовать, взять его в прокат. То есть он будет в том числе работать, да? Да, конечно же. Так, хорошо. Как экипироваться там нужно будет? Или, может быть, какие-то рекомендации? Рекомендации – это хорошее настроение, спортивный задор. И, да, я думаю, спортсмены и любители спорта, конечно же, знают все требования. Так, хорошо. Что по поводу погоды? Сейчас вот многие озадачены тем, что морозы должны вернуться, по крайней мере, в Проханты-Мансис, можно точно сказать. Потому что мы интересуемся, да. И на выходные ожидается понижение температуры, по крайней мере, в вечернее и ночное время. Вот что будет, если вдруг, как говорят синоптики, столбик термометра опустится ниже комфортной температуры? Да, мы уже смотрели совместно с судейской бригадой, что погода ожидается низкие температуры. Разговаривали с ветеранами спорта, на что ветераны спорта сказали, что они побегут при любой температуре. То есть никаких отмен гонки не будет? Нет. Ну, мы надеемся на это. Ну, я понимаю, да. 25-го будет более точная информация по дистанциям, возможно, будет сокращение дистанции. А все памятные мероприятия в случае низких температур мы перенесем в помещение Музея спортивной славы и также в спортивной школе. Ну, и сейчас как раз и приглашаем тех людей, которые помнят и чтут память Виктора Яковлевича Башмакова. Поэтому, если вы по каким-то состоянию здоровья, например, не можете принять участие в гонке, но принять участие в этих мероприятиях вы можете. Ко скольки нужно? Приходите куда? В 13 часов, ну, также на территории спортивной школы это будет либо спортивная площадка, либо... И кислородный коктейль. Кислородный коктейль. Вот это здорово. Ну, и надо сказать, что в этом году спортивная школа Олимпийского резерва города Ханты-Мансийска. Этот год необычный, он год юбилейный. Как вы планируете его отметить? Спасибо, что вспомнили. Да, в этом году школе исполняется 60 лет. Школа с богатыми традициями. Весь год у нас будут проходить мероприятия, посвященные юбилею школы. То есть вы их на весь год растягиваете? Да, на весь год растягиваем. 10 февраля в рамках Дня зимних видов спорта мы планируем провести соревнования и мастер-классы различные. Более подробная программа будет, конечно же, размещена. Да, 10 февраля в рамках Дня зимних видов спорта. То есть мы этим мероприятием открываем юбилейный год. На протяжении всего года различного формата мероприятия планируется. Это и встречи с известными спортсменами, и мастер-классы, и экскурсии, конечно же, в нашем музее спортивной славы. И финальное мероприятие состоится ориентировочно в конце октября. Это торжественная церемония празднования 60-летнего юбилея, на который, конечно же, мы всех пригласим. Вся информация будет дополнительно размещена. Отлично. Кто-то, я слышу, уже записывает телефон. Звуки в нашей студии звучат. Куда позвонить, чтобы получить дополнительную информацию как по праздничным мероприятиям, так и по гонке легенды игорского спорта? Номер телефона школы спортивного отдела 33 05 64. 33 05 64. Большое спасибо, Екатерина. Мы поздравляем в вашем лице спортивную школу Олимпийского резерва города Ханты-Мансийск. Желаем, чтобы нынешние ее воспитанники, разумеется, поддерживали те традиции, в том числе победные традиции, которые существовали и существуют у выпускников этой школы. Спасибо вам. Здоровья, удачи и побед. Спасибо. И до новых встреч.